Госбранный чудо Творче, изрядный угодничьих Христов, Миру всему источает многоценно и милости, Миру и неисчерпаемое чудес морей, Восхваляются любовью святителю Николое, Ты же, я, поиме, дерзновение по Господу, От всяких для безвободи до заботи, Радуйся, Николай, великий чудо Творче. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бесторный, помилуй нас. 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 Святый Боже, Святый Бесторный, помилуй нас. ПЕСНЯ 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 Слава Тебе умер. 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 Слава Тебе. Слава Т下ебе умер. великой любовью к Богу, потому что если бы не было в него этой веры, этой любви к Богу, он бы не достиг бы ничего в своей жизни, и, наверное, много этого не сделало, что сделал в своей жизни. Потому его жизнь – это пример для каждого христианина, для каждого из нас, чтобы, втирая на его образ жизни, мы для себя сделали вывод, как должен жить человек, как должен жить христианин. Многие думают, вот этот святой человек, конечно же, у него благодать, но ведь этот святой человек был простым человеком. Святитель Николай так же родился, как и рождаются многие тысячи людей в семьях, но с детства сердце его обращено было к Богу, и молитвы родителей наверняка сыграли здесь особую роль, потому что через родителей дается благословение народа, а детей. Поэтому молитва родителей очень важны в жизни детей, для того, чтобы на них тоже почила благодать Божия. Так и в жизни святителя Николая. Господь сподобил его, того великого дара быть не просто человеком христианином верующим, но быть святителем Церкви Христовой. Мы сегодня, почитая его память, должны для себя, дорогие братья и сестры, объяснить главное. В жизни нашей есть текущие какие-то вопросы нашей жизни, есть задачи и обязанности, но более всего, святитель Николай помнил слова Спасителя, ищите более всего Царство Небесное, остальное приложится вам. Это была его жизнь. И, наверное, братья и сестры, еще потому так чтим мы святителя Николая, чтобы он очень был близок к людям. Его жизнь была служением людям. Мы из жизни его знаем, сколько многим людям он отлился и помог их жизни. Это было при жизни, но и после смерти, после того, как отошел он вечность к Господу, он непрестанно помолится к нему, помогает людям. Вот и сегодня, дорогие братья и сестры, мы почти почитаем память святителя Николая, наверное, принесем сегодня в свой дом тоже его благословение, его заступничество, потому что, почитая святых, мы также и привлекаем особую молитвенную благодать, которая дана и на себя. Поэтому дай Господи нам, дорогие братья и сестры, чтобы святые водники Божии, мученики, исповедники, которых мы почитаем, чтобы они также за нас молились Богу. Дорогие братья и сестры, я сегодня хочу также и сказать, что каждый из нас стремится стать Божиим, стремится стать святым. Иначе не было бы смысла нашей жизни, нашей веры. Конечно же, вся жизнь наша направлена к тому, чтобы стать Божиим, стать святым. Конечно, это очень трудно, и мы осознаем свою греховность. Мы осознаем, что мы делаем попытки и тут же падаем. Что мы делаем где-то какой-то шаг к Богу и тут же ступаем ногу назад. Как быть-то в этом случае? Как спастись человеку в сегодняшнем мире, когда столько много всего вокруг нас? Когда мы окружены столь многой информацией, которая сбивает нас иногда с мыслей, с молитвы? Как много всего вокруг нас вертится событий нашей земной жизни, которые удаляют нас от самого главного, о мысли о Боге? Как быть в этом мире человеку? Направлять свое сердце к Богу. Всегда непрестанно молитесь, скажем вам. Это то, что возвращает нас снова к Богу. Упал – вставай. Оступил где-то – возвращайся. Если бы и нам пришлось, дорогие братья и сестры, идти куда-то далеко, в другую область, в другой район и сказать, нужно прийти в какую-то точку или в такое-то село или в какой-то город, мы бы что искали бы? Искали бы карту. Сегодня современный час, и мы имеем GPS, навигаторы и многое другое, которые помогают людям добраться до нужной точки. А если бы этого не было, трудно было бы человеку найти вот так вот просто. Он бы шел, искал бы, спрашивал бы людей, говорил бы, где находится такой-то город или такое-то село. Но, братья и сестры, сегодня и всегда Господь дал нам указатель, куда идти. Это храмы Божии. Святитель Николай любил храм Божий. Он пришел туда, первый среди всех, и Господь указал, что ему быть епископом этого города. Указал, потому что Господь сердцелелись. Господь смотрит на сердца людей. Братья и сестры, этот момент и жизнь святителя Николая мы должны особенно для себя выяснить. Господь смотрит на наше сердце. Господь ищет в нем доброту. Господь ищет в нем любовь, милосердие. Господь ищет в нем веру. Это значит, что и мы должны так же делать. Мы так же должны поступать и жить. И в сегодняшнем мире особено, братья и сестры, мир, который ослудил любовью. Мир, от которого ослудил, я бы сказал, самым главным в жизни, потому что человек живет не только материально. Для человека нужна одежда, нужно тепло. Но когда человек наслитится тепло, имеет одежду, что-то ему все время не хватает. Что же? Мне приходилось в жизни встречаться с людьми, которые, в общем-то, имели большой достаток в своей жизни. А сердце говорили о них, ну что-то не хватает в жизни, вот пусто что-то, что-то не так. Что же не так? Братья и сестры, святые отцы советуют нам так. Когда ты имеешь хлеб, подумай, что кто-то не имеет. Когда ты имеешь одежду, подумай, что кто-то не имеет ее. Если можешь, поделись. И будешь иметь радость, потому что твоя доброта, разделившись с другим, обретет у Бога благословение. И мы, дорогие братья и сестры, призваны Богом жить не для себя, не для самоутверждения своего земного, а жить для Господа, жить для других людей, чтобы помогать им спастись. Вот каждый раз, когда мы читаем Евангелие, то главная мысль Евангелия одна. Господь пришел, чтобы спасти человека. Но не без человека, не без нас. Каждый из нас, если хочет спастись, должен трудиться, должен жить правильно, должен стремиться, а Бог поможет. И сегодняшний праздник особенно хочется пожелать вам, чтобы Господь посылал вам всегда доброго водителя, доброго друга в жизни, который бы вел вас не в вечерние кафе попить пиво, повеселиться, а чтобы друг это сказал, брат мой или сестра моя, давай вместе с тобой сегодня почитаем о кафе святому или сходим в храм Божий. Все на все нас хватает времени, и для трудов, иногда не отдохнуть человеку надо, но ведь нужно, чтобы в нашей жизни было то, что освещает нашу жизнь. Без этого жизнь становится пуста, непригодна, ни Богу не угодно, ни нам она не доставляет радости. Господь призывает каждого из нас в своей жизни делать дела добрые, дела угодные Богу. Поэтому желаю все вам, мои дорогие, и себе тоже, чтобы и дальнейшая наша жизнь протекала в доброделании, в вере, потому что каждый труд Бог вознаградит. Пришли мы в храм Божий, братья и сестры, это тоже труд, это труд, который принял на себя, потому что сердце наше обращено к Богу. Бог не оставит прождающегося, так сказано в Священном Писании. И пусть это благословение Божие будет всегда в нашем сердце, чтобы когда приходят праздники Божии, воскресные дни, мы шли и спешили на встречу Господу. Аминь. С праздником всем! С Севастополь! Дорогой Отец Николай, хочу вас поздравить с вашим Днем Небесного Попровителя и выразить, ну, так понимаете, любовь, спасибо, нашего прихода. Спасибо Господу Сергею, я радуюсь, что мы с тобой сработники Христу, что Господь сподобил меня служить с вами рядом. Дорогой Отец Николай, сердечно поздравляю вас с Днем Ангела, Святителя Николая. Нехай, Святитель Николай, помогаем вам в ваших пастерских трудах и в ваших домашних трудах. И дарует вам мир, здравие и спасение и сохраняет вас на всех путях вашей жизни, чтобы вы нигде не подкнулись. А если и подкнулись, то чтобы он помог вам, и поднял вас, и уразумил вас, и направил вас на такий путь, чтобы вы, оце стадо все, яке вы бачите перед собою, довели до Царства Небесного. Спасибо. Здравия вам и благоденствия. Спасибо вас, Господи, помилуй вас, Боже. Многое место, многое место, многое место. Многое место, многое место, многое место. Здравия, дядя Николай, ваше преподобие. Поздравляю вас с сегодняшним праздником, вашего Путовителя, Святителя Николая. Это один из небоотех, угодников Божьих, который почитается не только христианами, но и не христианами. Каждый, почитающий этого великого угодника Божьего, имеет покровителя, той, кто находится на нашей суши, на море, в темнице, в больнице, в каждой семье и у каждого человека. Дай Бог, чтобы по молитвам Святителя Николая Господь укреплял ваши силы душевные и телесные, помогав дальше донести свой жизненный священнический крест, чтобы, смотря на подвиг Святителя Николая, вы удостоились радости у Господи нашим Иисусу Христу. Благодарю Богу, что имеет возможность служить с нами в этом праве. Новое лето, новое лето, новое лето. Пойдемо до неба рученята, помолюсь на Миколая свято. Если верить, молится дитина, зайдите благодать на Украину. О, пастырь наш, отче Миколаю, от всего сердца благаю. Зая гляньте на невинную ягнятку, захистите от горя и нестатку, захистите от криви и хвороби, от чьей злости чужой добры. День Ангела праздник известна двойной, с вами вместе его отмечают святой. На небе веселье, ликует земля, все мы православные вместе семья. Небесная Церковь и Церковь земная, во всем вам всегда и везде помогают, и храмы построить, и паству умножить, и дело Святителя, чтобы продолжить. Вы любите пранцев, как ваш покровитель, на помощь приходите, как и святитель, печетесь огнищим, болящим, заблудшим, себя не жалея, чтоб всем стало лучше. И школа воскресная, ваше творение, к себе собирает детей воскресенье, чтоб Богу дорогу дитя отыскало, чтоб чисто, как ангелы, душенька стала. Дорогого Батюшка, в этот день чудесный мы хотим поздравить от школьной воскресной. Праздник Святителя Николая, Батюшке милости Божьей желаю. Батюшка, для нас вы бог отец, добрый, ласковый, по надобности строгий, вы лекарь человеческих сердец, вы нас ведете ко спасенью Богу. Так несколько десяток долгих лет вы трудитесь в молитве за всех нас. И благодати для вас больше нет, как видит прихожан десятки глаз. Помогаем людям каждый час. Отпрывайте спасенью дорогу, ведь не даром назвали вас июня прекрасного святого. Из-за вас хотим попросить у святого чудотворца Николая ваши силы и здоровье укрепить, отнесгод и бед оберегая. И пусть вас всегда Господь укрепляет, и слет утешение опять и опять. Пусть ваши молитвы умы просвещают, а мы многие лета хотим пожелать. Пусть ваши молитвы умы просвещают, Болезнь без приглашения придет, Несчастье тоже в дверь стучать не станет. Дай Бог, чтобы оказался рядом тот, кто вытянет, поддержит, не оставит. Грех сладок и прилипчет, словно мед, запачкался и в жизни не отмыться. Дай Бог, чтобы оказался рядом тот, кто не позволит грешному свершиться. Проходит чередной за годом год, приходит вовремя менять друг друга ровно. Дай Бог, чтобы всегда был рядом тот, кого ты назовешь отцом духовным. Дорогой наш батюшка, отец Николай, мы поздравляем вас с Днем Ангела, и мы очень любим вас и благодарим Господа за то, что по его промыску вы появились в нашей жизни, в жизни нашего прихода. Вся воскресная школа присоединяется к этим всем поздравлениям, и мы все знаем, что самый дорогой подарок это подарок, сделанный своими руками. Вот примите сегодня наше поздравление и вот такие скромные подарки, сделанные детскими руками. Дорогой наш батюшка, желаем вам многое и благая лета. Спасибо. Долгое лето, многое лето, многое лето. Ну все, зима в порядке будет. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Дорогие наши учителя воскресной школы, дорогие дети наши, дорогие ребята, конечно же для меня большое счастье, что я могу каждый раз, каждое воскресенье видеть вас в классах воскресной школы. Это большая радость, потому что нет больше радости, чем быть у Господа. Нет больше радости, чем приходить к Богу. В храмах учат нас праведной жизни, учат нас знать Бога. А ваши сердца, они учат нас тоже жить тоже чисто, светло, учиться жить праведно. Так что укрепи вас, Господи, на вашем жизненном пути, пусть будет больше светлых дней и доброй жизни. Спасибо, Господи. Твои добре детей, живищи, божественное правило, непоручно, засвященством, о, сырье, добре пресвяты, и превеликий, святоподобное имя ПЕСНЯ ПЕСНЯ